Добрый вечер! В эфире события на канале телерадиообещательной компании «Вышний Волочок». Ближайшие 10 минут о главных событиях в нескольких дней расскажут вам мои коллеги и я, Руслан Суфияров. Смотрите в нашем выпуске. Гуляй, студент, лови момент. Праздничный концерт в профессиональном училище 24. Мини-футбол. Как проходят очередные игры. 25 января отмечается не только День студента, свои именины празднуют Татьяны. Хотя событие, давшее начало празднику, совсем не радостное. Мученическая смерть праведной и благочестивой девушки в 226 году нашей эры. Согласно легенде, родилась Татьяна в семье знатного римского сановника. Исповедовала христианство, была непреклонна в своей вере и потому казнена врагами и иноверцами. С тех пор в этот день все Татьяны празднуют свои именины. На Татьянины именины в Овсичинский интернат для престарелых и инвалидов отправилась наша съемочная группа. В Овсичинском интернате для престарелых и инвалидов из 33 его обитателей живут две Татьяны со сходной непростой судьбой. 89-летняя Татьяна Железова пережила голодное и холодное детство, военную юность, нелегкий, а порой и непосильный труд. В доме-интернате она с 1996 года. Родственники, дети и внуки есть, да навещают редко. Было так вроде как и в деревнях, и в почете меня, член правления, им отдала семь мужчин, одна женщина. Ну разбирали, хозяйство, где сеять, чего посадить, где все. Татьяна Яковлева родилась 13 января 1926 года. По дате рождения и получила свое имя. Жизнь ее баловала мало, потому память хранит суровые дни военной и послевоенной молодости. Но на свою судьбу Татьяна Ивановна не жалуется. Назвали меня Татьяной. И даже вот 13 января, говорю, самый несчастливый день. Первый заместитель главы администрации Вышневолодского района Наталья Рощина 25 января в рамках рабочей поездки в Овсищенское сельское поселение провела рабочее совещание с директором дома-интерната Николаем Быкеевым и главой поселения Натальей Рябковой. Среди деловых встреч и общений Наталья Петровна выкроила время для поздравления старейших именинниц интерната. Общению были рады все жители и труженики интерната для престарелых и инвалидов. 31 декабря истек срок уплаты страховых взносов. А что ждет тех, кто еще не отчитался, вы узнаете из интервью специалиста Вашневолодского отделения Пенсионного фонда России. С 1 января 2012 года отменена обязанность представления в Пенсионный фонд расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам по форме РСВ-2. Но до 1 марта Вам все равно необходимо обратиться в наше управление для того, чтобы сверить платежи за 2011 год. В настоящее время специалистами управления проводится работа по взысканию неуплаченных страховых взносов с начислением пени в размере 1,03 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки. В адрес плательщика будет направлено требование об уплате задолженности. При неисполнении в добровольном порядке в указанной сроке вот этого требования, то есть обязанности по уплате, начальником управления будет вынесено решение о взыскании задолженности путем направления инкассового поручения на расчетный счет плательщика, то есть за счет денежных средств, находящихся на расчетных счетах. Или путем направления постановления о взыскании службы судебных приставов, то есть взыскании будет производиться задолженность за счет иного имущества плательщика. Напоминаю, в 2011 году необходимо было перечислить Пенсионный фонд РФ 13 509,60 руб., Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 1610,76 руб., и Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 1039,20 руб. Но с 1 июня 2011 года изменился минимальный размер оплаты труда. Он вырос и стал в настоящее время составлять 4611 рублей. Поэтому до 31 декабря 2012 года, то есть за 2012 год, необходимо перечислить Пенсионный фонд РФ уже страховых взносов на сумму 14 386,32 руб., и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 2821,93 руб. Обращаю ваше внимание, что с 1 января 2012 года отменены страховые взносы Территориальные фонды обязательного медицинского страхования. Поэтому изменяются коды бюджетной классификации для перечисления страховых взносов на обязательное медицинское страхование. Вся необходимая информация размещена на стендах Пенсионного фонда РФ. Также можно все это найти на сайте Пенсионного фонда. По всем возникающим вопросам необходимо обращаться в наше управление в кабинет номер 25. Прием осуществляется ежедневно с 8 часов утра до 17 вечера, в пятницу работаем до 16, без перерыва на обед. Контактные телефоны 5-23-08 и 6-12-05. Сегодня, наверное, очень трудно отыскать в России учащегося, который бы равнодушно относился к 25 января. Этот день все студенты вузов, техникумов, училищ и других учебных заведений считают своим профессиональным праздником. История этого праздника уходит корнями в далекое прошлое – в 1755 год. Несмотря на это, его традиции сохранились и по сей день. Так шумно и весело праздник студентов прошел в профессиональном училище 24. Обычай подготавливать к этому дню концерт зародился в училище уже давно. Каждый год ребята стараются отметить его своими творческими успехами. Посетили мероприятия и почетные гости. Я хочу вам в этот день пожелать замечательных успехов в учебе, здоровья, веселья, чтобы у вас как можно больше было хороших, солнечных, как сказал молодой человек, замечательных дней. Всего самого хорошего! День российского студенчества – это праздник не только учащихся нынешних, но и бывших. Ведь кто хотя бы один раз в жизни был студентом, тот никогда не забудет эти годы юности, любви, дружбы, состояния вечно юной души и профессионального становления. Не забыли в этот день и про главных виновниц торжества. В профессиональном училище немало татьян среди студентов и педагогов. Так случилось, что именно 25 января императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, и Татьянин день стал официальным университетским праздником. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 24 января во дворце спорта «Волочанин» состоялись матчи пятого тура открытого первенства города по мини-футболу среди команд второй группы. Вот их результаты. Матчи двух лидеров первой группы «Любимое такси» уступило «Металл Инвесту» со счетом 2-6. ЮНЕСКО и СОЮЗ сыграли в ничью 4-4. Самой результативной оказалась встреча команд «Хлебокомбинат» и футбольный клуб «Луч» с первого. 10-6 в пользу «Хлебокомбината». «Красный май» проиграл «ДСК Транс» 3-6. После пяти прошедших туров в первой группе лидирует команда «Металл Инвест» у них 15 очков. Второе место твердо занимает «Любимое такси» 12 очков. За третье место соперничают «Хлебокомбинат» и «ДСК Транс». У них по 9 очков, но в личном споре «Хлебокомбинат» оказался сильнее. Пятое место занимает «Союз» в их активе 7 очков. На шестое место поднялась команда «ЮНЕСКО» с активом 4 очка. «Красный май» на седьмом месте 3 очка. Футбольный клуб «Луч» «Спирово» замыкает турнирную таблицу. Восьмое место – 0 очков. Шестой тур команд первой группы состоится во дворце спорта «Волочанин». 31 января – начало игр в 18.00. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Увидимся.